Как сильно вообще изменилось онлайн-образование? Не обязательно это отличник. Это может быть троечник, но он хочет. Разобраться, а что конкретно у меня не получилось сделать. А не досчитавшись баллов, вам их никто уже не вернет. Передаем привет олимпиадникам. Пришел 1 сентября? Да. Пришел 1 января? Скорее нет. Если оно получается, то я думаю, что это действительно удовольствие. Друзья мои, мы начинаем. И в гостях у меня Дмитрий Алексеевич Белов, преподаватель олимпиадной математики Колкова. Добрый день. И сегодняшний наш разговор, в первую очередь, для родителей. Как вообще можно довериться онлайн-образованию в наше время? Хотелось бы пойти все-таки в настоящую школу и получить там максимально качественное образование, но иногда это не удается сделать. Что это? Проблемы? Чья-то вина? Или, может быть, наоборот, беда? Вот об этом мы как раз сейчас и поговорим. Да, вот мы тут сейчас беседовали, и минуту назад Андрей Николаевич сказал, что онлайн-образование вообще не нужно. Ну, я не совсем так сказал, что... Я сказал, что в принципе-то оно не нужно, потому что все есть в книжках. Да, да, да. Ну, кстати, это ведь правда. Ну, действительно, что такого несет в себе онлайн-образование, чем действительно это лучше, чем те же самые книжки, которые, казалось бы, каждый ребенок может прочитать. Ну, вот такая вот интересная тема. Андрей Николаевич, вот я, позвольте, да, буду так. Официально. Во время этого подкаста иногда задавать такие вопросы, да, на которые, может, я сам уже умею отвечать, но которые наверняка возникают у тех, кто не занимался на онлайн-курсах, не учился, не особо понимает, что это такое. А вы, получается, уже сколько лет YouTube-канал развиваете свой? YouTube-канал уже 6 примерно с половиной. 6 с половиной лет? Да. Ну, как бы это огромный канал, это один из самых больших вообще YouTube-каналов по подготовке к экзаменам. Ну, если к экзамену, то это, наверное, номер один. Да, да, да. И, как бы, получается, вот за эти 6 с половиной лет как сильно вообще изменилось онлайн-образование? Хороший вопрос. Когда мы с братом начинали канал, вообще-то онлайн-образование было... Его примерно не было, да? Примерно не было, но где-то в зачастливом состоянии. Потому что интернет, тогда YouTube, выложи любой ролик из серии 2 плюс 2 равно 4, это миллион просмотров. Вот примерно на таком уровне все было, да? То есть просто расскажи, есть такое понятие интеграл. 5 миллионов просмотров. То есть просто материала ноль в интернете, и любой ролик тебя смотрит. Ну, мне кажется, все-таки здесь Андрей Николаевич немножко утрирует, да? В плане, что, наверное, вы хорошо рассказывали. Нет, я не про себя сейчас. Я просто захожу в интернет, я в шоке, да, в целом, да? Просто люди сидят и пишут что-нибудь на листочке бумаги, ставят сверху, наверное, айфон или что-то еще. Такого уровня, да? То есть никто не думает о никаком качестве, ни о чем. Просто любой материал, его смотрят на ура все. Потому что почти ничего нет. И каналом топовым считался, если у тебя уже 20 тысяч подписчиков, это ты уже топ. А если 50, это просто заулачные выси какие-то, да? Сейчас скажут, что у тебя 50 тысяч, хороший канал, молодец. Ну, есть тебе куда еще расти. Потому что впереди там и стотысячники есть, и там полумиллионники, и миллионник даже есть. Да. То есть тебе есть куда расти, ты только в начале пути. Ты нащупал свой путь, и ты по нему пошел. А тогда это было просто в диковинку. 20 тысяч, и уже все, я говорю. И вопрос, вот понятно, что материал нужен. Какой материал давать? Ну, наверное, тот, который тебе интереснее. Собственно, так и случилось. Что мне интересно было? Я учился в МГУ, закончил, соответственно, мехмат, аспирантуру. Ну, конечно, задачки, которые решают в МГУ, самые интересные. Безусловно. Выкладываем 4 просмотра. Что-то здесь не то, думаю. Там вот такие заулачные просмотра, а здесь как будто бы вообще никто не смотрит. Потому что, ну, наверняка, посмотрел мой брат, который записан. Наверняка посмотрел я. Может быть, мы сделаем это по 2 раза. Вот они 4 просмотра. Ну, может быть, я случайно посмотрел. Пришло осознание. В этот момент, наверное, надо рассказать не то, что нужно интересно мне, а то, что интересно зрителю. А кто наш зритель? Тот, кого мы учим. Значит, это школьники. Или студенты. Ну, студенты, поскольку уже с задачками для МГУ не прокатило, значит, пока отложим их в стороночку. Тогда, соответственно, пойдут школьники. Школьникам что нужно? Им нужно сдавать экзамены. Ну, а поскольку тогда уже эра ЕГЭ, ОГЭ. Да-да-да, уже активно очень. Активно было. Да, соответственно, начало 18-го года было. Это уже 10 лет минимум. Не в начале учебного... Ну, больше 10 лет. Даже больше, да. Это даже было не в начале учебного года, а в середине. То есть, мы в январе начали что-то выкладывать. Ну, и понятно, что просто выкладывай что угодно и смотри, как это смотрит. Ну, в каком смысле что угодно. Стандартные сборники, любые берешь, где написано разработчики, и вперед пошел разбирать. Смотрим, опа, просмотры появились. А за два дня до экзамена роли, которые вообще ни о чем. Просто ни о чем. Это базовая математика, да, где вот задача совершенно примитивная, экзамен, сам экзамен. Вот просто сами школьники за 20 минут решают. Ну, хорошие школьники обычно, не какие-то там хватающие, что называется, звезды, да, с ними. Решают за 20-30 минут. Вот я выкладываю и смотрю, 3 тысячи просмотров. Это как? Вот там 4 просмотра, а здесь 3 тысячи. Это что я такого выдающегося сделал? Ответ, ничего. Я просто угадал. В правильное время, да. Я просто угадал в правильное время правильный материал. Да, да. И тут меня осенило. А что, если мы будем дальше просто делать это на регулярной основе? Если человек просто смотрит ролики на YouTube, это можно назвать онлайн-образованием? Можно, но давайте я чуточку еще продолжу. Вот следующее как бы озарение, да. То есть вот, а что, если мы будем делать это на регулярной основе? То есть возьмем просто сборник и прямо с начала учебного года разбираем демоверсию, а потом все варианты подряд. Это просто для меня? Просто. Ученикам это познавательно? Наверное, познавательно. На самом деле, было очень познавательно в самом начале. Потому что я каждую задачу думаю, я сейчас ее расскажу так, чтобы ученик сразу на одной задаче всю тему понял. Ага. Так можно? Можно. Но правда, тогда это будет долго и как бы нудно. Да, если для каждой задачи. Она и так математика, вот ее мало кто любит, да? Надо сначала почувствовать ее красоту, чтобы ее полюбить. А тут и долго, и нудно, и только одна задача. Он говорит, ну рассказывай динамично. Давай быстро, быстро, чтобы как бы и суть передать, и чтобы еще осталось что-то недосказанное. И вот тогда, соответственно, пошли просмотры. И тут он говорит, а вот теперь, раз это начали смотреть, значит, в этом есть потребность. А значит, надо делать обучающие курсы. В этот момент я понял, что оказывается луновное образование. Есть. То есть, я начал смотреть. Есть вот здесь, есть вот здесь, есть вот здесь. Ну там 2-3 человека, условно. Но что-то начало появляться. Ну понятно, что кто-то может, потому что и 5 лет до меня был. Да, до этого. Но я понимаю, что оно, оказывается, есть, но в каком-то таком малопонятном количестве. А почему малопонятном? Ну потому что дети привыкли к школе, и если я родитель, у меня, естественно, у тебя такой вопрос. Подожди, подожди, ты что, у тебя там сейчас через экран чему-то научат? Так это вообще, в принципе, возможно? И выясняется, что вот здесь как раз, с точки зрения родителей, это самый правильный вопрос. Тебя что, вон там чему-нибудь научат? Вот перед тобой книга, вот перед тобой живой учитель. А там это как? Да, так вот, какие вообще, вот чем это действительно может быть лучше, чем обычный урок в школе, действительно там самостоятельно какое-то чтение книжек, решение задачек, чем вообще действительно занятия через экран могут быть лучше обычного образования? Ну понятно, что когда мы говорим вот в этих трех разных вариантах образования, да, то есть ты с учителем, ты сам один на один с книжкой, ты, соответственно, в онлайн-школе, да. Везде есть плюсы, безусловно. Везде есть минусы, тоже безусловно. То есть можно о них легко поговорить сейчас. Это вообще не проблема. Да, я думаю, что поговорить. В любом хорошем всегда можно найти плохое. Да. Чуть сложнее в плохом найти хорошее, но этим не можно. Так вот, если мы говорим именно об онлайн-образовании, то первое, самое замечательное, это то, что можешь учиться откуда угодно. Ну да, такая вот доступность. Максимальная доступность, да. То есть, ну нет у тебя учителя в школе, да. Может быть, ты живешь там в сельской местности, но нет у тебя банального учителя. Или ты живешь в небольшом городе, там 50 тысяч населений, 100 тысяч населений. Сильных учителей нет. Есть обычный хороший школьный учитель. А тебе нужно чего-то там другого, и у него на тебя нет времени. Ну вот банальная ситуация. Тогда ты или к книжке идешь, сенсором, например, второй вариант, или идешь туда, где это всегда есть. В каком смысле всегда есть? Здесь запись остается. Ну ты посмотрел раз, хочешь освежить через месяц, через два, через год, пожалуйста, можешь пересмотреть. Хочешь освежить через пять минут, перемотал, посмотрел еще раз. Не понял, перемотал, посмотрел еще раз. Опа, с пятого раза я понял. А если все равно не понял. А с пятого раза я понял, да? А если с пятого раза не понял, тогда надо у кого-то спросить. Ну опять же, да, вот сравните эти три варианта. Спросил у учителя, живой в классе, руку поднял. Вот здесь самое главное, подними руку, спроси, чтобы не быть вот этим стеснительным человеком, который... Ну, а вдруг скажут, я что-то не знаю, начну там смеяться. Да ты радуйся, что ты понял, что ты сейчас чего-то не понял. Ты радуйся вот этому моменту, да? Ты растешь не в тот момент, когда ты решил задачу, в тот момент, когда ты думаешь над ней. Так же и здесь. Это я так обычно говорю. Да, я именно в вашей фразе говорю. И здесь ты осознал, что у тебя проблемы, ты хочешь ее искорнить. Но не надо сидеть зажиматься, задай вопрос и поработай с учительным. А с книжкой, ты книжке вопрос не задаешь, к сожалению. Там решение написано. Но ты его прочитал 5 раз, 10 раз, ничего не понял. Как вообще до этого можно было выгодаться? И тогда вот если мы все-таки сравним с живоучителем и в школу, да? То здесь похожий момент. Ты же можешь спросить. Да. Если есть обратная связь в школе. Да, это или кураторами называется. Да, это если мы говорим о школе. Если ты просто видосик на ютубчике смотришь, то можешь, конечно, под роликом задать вопрос. Может быть, тебе ответят, может быть, не ответят. Может быть, ответят неправильно, потому что мало никто отвечал. Ну или как минимум не сразу, не быстро. Не сразу, не быстро. А если ты в школе, именно в школе онлайн учишься, то тебе просто обязаны обратную связь давать. Причем желательно быстро. То есть не через неделю. Вот ты вопрос сейчас задал. Ну, хорошо, не через 5 минут. Ты ночью задал, да, в 3 часа. У тебя сейчас просто 7 утра. А вообще-то это, например, в центральной регионе, это еще глубокая ночь. Ну подожди до утра, тебе там ответят. Ну понятно, это не страшно, но там, когда это происходит в течение дня, то понятно, что это вполне разумно. Да, в течение дня тебе точно ответят. А если это нормальное время с этого, то тебе через 5 минут уже ответят. Поэтому вот здесь вообще в математике это максимально важно, это получать именно обратную связь. Потому что, может быть, тему ты неправильно понял. Тебе сразу это покажут. Может быть, ты формулу просто применяешь не так, как ее можно применять. Точнее, ты применешь так, как ее нельзя применять. Но тебе сразу покажут. Вот так, дружище, делать нельзя. У тебя 10 задач, и сейчас будет решено неправильно, если ты будешь так делать. Ты на первую ошибку показал, исправил, и 9 последующих у тебя хорошо получились. Ну вот на самом деле все, что сейчас вы рассказываете, оно относится к тем, кто хочет, кто хочет сам заниматься, кто хочет чего-то делать. Насколько вообще реально учиться онлайн тому, кто не особо хочет, кого родители заставили? Вот, тогда давайте вопрос зададим так чуть-чуть дальше, на один шаг уйдем. Родители говорят, Вася или Маша, ты знаешь, я так подумал, в школе тебе мало дают, книжки-то читать не любишь. Ну и в общем, у книжки нет обратной связи. Родители-то осознанные понимают. А давай-ка ты будешь еще параллельно учиться в онлайн-школе. Ну здесь первый момент, это, конечно, дополнительная нагрузка на ученика. Второй момент, а кто делал выбор? Если это сделал родитель, не посоветуешься со своим ребенком. Это не самая хорошая история. Вот я посмотрел, допустим, есть такой преподаватель Дмитрий Алексеевич, или есть такой преподаватель Андрей Николаевич. Вот будешь заниматься с ними. А почему я с ними буду заниматься? Может быть, я не хочу с ними заниматься. Но я о них ничего не знаю. Ты посмотри, ты узнаешь, они хорошие ребята. Посмотрел, ну вроде ничего, начну заниматься. Да, решил забить. Или другой момент. Вася, Маша, тебе нужно дополнительно поработать. Но я вижу, что тебя в школе недодают. Ну, неважно по каким причинам. Но ты недополучаешь. Давай мы вместе выберем, садимся, например, тот же Ютуб открываем и смотрим. Первый преподаватель, второй, третий, пятый, десятый. И ты делай выбор. А уж я, соответственно, приложу руку к тому, чтобы у тебя была возможность учиться именно с этим преподавателем заниматься. И вот в этом смысле учеников сейчас просто фантастические возможности. То есть ты пришел в обычную школу, тебе сказали, ну вот учитель Мария Ивановна, допустим, и ты с ней занимаешься. Ну, а если я не хочу с Мария Ивановна? Я хочу, например, с Михаилом Константиновичем условно. Ну, он тоже есть в школе, надо тогда перевестись из шестого А в шестой Б. Не проблема, да? А если кроме Мария Ивановна никого нет? А в интернете ты зашел, у тебя тут Дмитрий Алексеевич, у тебя тут Андрей Николаевич, у тебя тут еще десять человек. И ты сидишь, опа, а знаете, вот Дмитрий Алексеевич лучше всего мне теорию графа расскажет. Я, пожалуй, у него ее послушаю. А как мне параметры рассказывать, я лучше у Андрея Николаевича послушаю, например. А как геометрию рассказывать, я лучше послушаю у Максима Олеговича. То есть вот, вот, ты можешь одновременно заниматься с несколькими преподавателями. Ну да, действительно есть такой выбор. И более того, ну, тут вот я уточню, что надо, получается, не читать, по сути, информацию, да, там. Могут написать многое про то, какой замечательный преподаватель, сколько он выпустил человек, какие баллы. Надо посмотреть примеры занятий. Надо понять, вот для вас подходит это или не подходит. Причем, действительно, наверное, вот Андрей Николаевич очень правильно говорит, что это должен быть выбор в том числе самого ученика. Учиться не родителю, а ребенку, в конце концов. И это ребенку должно быть комфортно вот у этого человека получать знания. Другой вопрос следующий. А вот хорошо, ну, допустим, комфортно, допустим, классно с шутками, с прибаутками рассказывают тему, и вроде даже что-то понятно. А как осознать, что это, ну, там, действительно качественный материал? Вот если у меня, как у ученика, ну, допустим, я не отличник, да, там, а троечник, или я родитель, который учился 30 лет назад, как я должен вот эту вот экспертизу провести вообще меня, чему научат-то? Ну, давайте так, значит, ученик... Ему интересно, ученику интересно. Мы отделяем, да, пока ученика и родители. И еще был вопрос, вами заданный, что если ученик мотивированный, понятно, что он будет делать, а если, ну, не совсем мотивированный, что вот ему делать, да, к этому чуть позже вернемся, все-таки посмотрим на позицию ученика, не обязательно этот отличник. Может быть, троечник, но он хочет. Да, да. Вообще, вот... Главное – это желание. Ну, вот мое мнение, да, что в онлайн-образовании, если ребенок, да, ученик хочет заниматься, вот все, вот по сути, дальше у онлайн-образования нет минусов, практически нету. Вот другой вопрос, что если не хочет, то, ну, очень много возможностей ведь ничего не делать. Да. Да, ну, не придет, да, не вычислят по IP преподавать, или не придет с палкой бить по голове. Ну, я обычно говорю так, ребят, вот я могу вас научить всему, чего вы хотите, да, то есть, вот вы хотите подготовиться к экзамену, я вас научу, я вам дам больше, чем вы сможете унести. Единственное, что я могу сделать, это заставить вас включить компьютеры. Я, в принципе, мог бы объехать всю Россию, включать каждому, но у меня на это ушло сколько времени? Очень-очень много. И, видимо, уже до экзамена останется неделя тогда. Это плохой вариант потом. Включайте компьютеры сами, а дальше я вам все расскажу. Так вот, с точки зрения родителя, тем более, если он учился, например, 10-20-30 лет назад в школе, ну, 10 вряд ли, да? Ну, 20-30 лет назад в школе. Какой-то материал, наверное, уже совсем не помнит. Что-то остаточное, конечно, остается на уровне 5-6 класса. А дальше, это что у тебя за горючка, так, сынок, пиши и ровни. А это интеграл, папа. Так вот, понятно, что ученик может ему, ну, ребенок ему написать все, что угодно. Вот я писал тут три стены, ну, красавчик, красавчик. А из этого хоть что-нибудь, правильно? Да, то есть, покажи мне, пожалуйста, статистику. Своих домашек. Вот у тебя домашка номер один. Сколько было? 10 задач. Сколько правильно решил? 5. Все, это я легко могу проверить. Вторая домашка у тебя из 10, значит, дверечная. Ага, тоже понимаю, да? Пробник. Да. 19 задач, ты решил 3. Ну, извини, пока я вижу это начало твоего пути. Ну, может быть, так. А через месяц свои результаты, допустим, покажи. И сравниваешь. Ну, банально. Стало больше или осталось столько же? А какой у тебя вообще хотя бы минимальный порог, да? Да. 6, там, 7 задач, да? А какой оценки стремишься? Ну, хотя бы 12 задач. О, так ты еще далек. Ну, как вообще? Подвижки-то. То есть, по статистике можно собрать. С точки зрения самого ученика, чтобы он осознал. Вот на занятиях я обычно спрашиваю, всем ли все понятно? Кому понятно, просто ставьте плюсик. Или пишите, понятно. Кому непонятно, не надо ставить минус. Не надо писать непонятно. Надо задавать вопрос и писать, что конкретно непонятно. Тогда мы вместе разберемся. Если я напишу просто непонятно, я констатирую факт, что я чего-то не знаю. А чего я не знаю? Не понятно. Я не знаю. А тогда я как бы не понимаю, что тебе еще рассказать. Как по-другому тебе вот это рассказать? А когда ты пишешь, а я не понял, например, как вы с третьей строчки перешли на четвертую, о, тут я с удовольствием тебе объясню. Но это все равно надо уже как бы хотя бы что-то понимать. Да. То есть, наверное, может у кого-то просто блок какой-то в голове стоит, что вот математика, я не понимаю математику, вот в целом и все. И как бы... Еще лучше к себе наклеечку так на лоб приклеить, я гуманитарий, да? Да, да, да. Это значит, что я просто не хочу математикой заниматься. Это плохая идея. Так вот, с точки зрения ученика, я домашки сдаю, мне обратную связь сдают, дают. Я вижу, где у меня проблемы, но хотя бы банально вижу, где у меня проблемы. Говорю, ребят, смотрите, я домашку по логарифму сдал, у меня всего две задачи решены правильно с 10. Но у меня проблема. Подскажите, что мне делать. Дружище, смотри сначала на формулу. Ты же ими не пользуешься. Да, а что, надо пользоваться? Ну, вообще можно, будет легче. Хорошо. Или, дружище, ты вот здесь неправильно понимаешь, да? В неравенствах надо следить за основанием. Большое, маленькое. Знак не всегда сохраняется, он может поменяться, в зависимости от того, какое основание. Да, да. То есть, все, пошла работа. Но здесь, опять же, главное, это кто? Это ученик. Он должен сказать, ребята, я пришел учиться, я рассчитываю на вашу помощь. Дайте мне ее, пожалуйста. Тогда с удовольствием ему дают. Эту помощь. Ну, а родители, как уже сказал, это просто сухая статистика. Сколько тебе решено правильно? Потому что в конце, когда он сдает экзамен, на выходе что? 72 балла, например. Это твои желанные баллы? Да, я всю жизнь мечтал хотя бы на 60 плюс сдать. Ты красавчик. Я вообще-то планировал на 90. А у тебя 72. Ну, понятно. Значит, надо было раньше проверять, почему у тебя до этих 90 еще такое разве. С экзаменами как бы в чем большой плюс? Да, то, что, во-первых, ЕГЭ – это некоторая неотвратимость. И действительно можно смотреть, насколько уже готов к экзамену. Да, я-то вот больше занимаюсь олимпиадами. Там чуть сложнее вот это вот контролировать свои успехи, потому что, ну, там может быть первый пробник простой, чтобы каждый попробовал хотя бы одну задачку решить, чтобы, о, ура, я решил что-то нестандартное, что-то олимпиадное. А потом дал посложнее задачки уже ближе к олимпиадному уровню, ничего не получилось решить. И, допустим, все расстроились, решили, что по ЕГЭ так по ЕГЭ поступать. Вот. И, кстати, очень же важно еще не только на пробники, наверное, в онлайн-школе рассчитывать, но еще и проверять пробники. Ну, их же пишут сейчас, да, в 11 классе. О, конечно, пишут регулярно. Там сколько? Три-четыре точно? Ну, пять раз вы должны писать. Да. Ну, раз в четверти должно быть, а вообще-то есть еще один как бы годовой, то есть по логике должно быть пять. Но пять, это, понимаете, это раз в четверть проверять, это не самый лучший вариант. Ну, да. Пошел в магазин, взял любой сборник, ну и, пожалуйста, хочешь раз в неделю тренируйся. Ну, во-первых, да, по тестовой части действительно можно хотя бы многое уже понять. Опять же, вот возвращаясь, да, потому что как родители могут очень быстро проверить. Взял сборник, открыл на случайной странице и говоришь, Вася, поехали, у тебя час. Угу. За час справишься, успел... Телефон убрал. Телефон убрал, да. Ответы вот здесь вот пишешь, я в конце смотрю ответы и сверяю просто банально, правильно или неправильно. Ну, да. У тебя 10 из 12, ну, в принципе, неплохо. У тебя 3 из 12, очень плохо. То есть банально по ответам тебя быстро проверил. То есть вот контроль, я смотрю, вижу, что ты что-то сидишь, пишешь или ничего не пишешь. Угу. Ну, я бы еще уточнил, что, наверное, не просто 10 из 12 хорошо, 3 из 12 плохо, тут скорее динамика. Ну, динамика, конечно. Ну, мы сейчас как раз о том, что как максимально быстро, что называется, там, за один час проверить. Ну, да. Что-то знать и не знать. Что умеешь сейчас, к чему мы вообще стремимся. А так мы давай с тобой будем, например, как часто договоримся с тобой, будем раз в две недели, например. Я так буду подходить тебе на часочек и смотреть. Ну, а по следующей задачи, понятно, что я ничего не пойму, но я зато могу, наверное, куратору-то ему написать и спросить. Ну, да, кстати, действительно, может же быть такая вот обратная связь и для родителей тоже предусмотрена. Или, опять же, у тебя куратор домашку проверяет, давай, ладно, я его беспокоить не буду, там, скажешь, что я там пришел, родители что-то сейчас будут шуметь. Ты просто мне покажи домашки с его комментариями. Ага. Я хотя бы почитаю, что комментарии есть или комментариев нет. Это все хорошо, ты молодец. Или не все хорошо. А почему не хорошо? Вот комментарий, я вижу, я понимаю, что работа идет. Угу. Хорошо. Возвращаясь к вопросу мотивации. Это вот мы сейчас говорили, да, если мы говорим про ребенка, который ничего не хочет, что делать? Если мы говорим про ребенка, который ничего не хочет, то это очень плохо для самого ребенка. А для родителей? И для родителей тоже. А что делать? Что делать? Ну, давайте подумаем, кто виноват и что делать, да? Вечный вопрос. Ну, вечный вопрос, да. Если ребенок ничего не хочет, это, ну, я не знаю, потому что давайте просто посмотрим на ребенка, который родился на первый год его жизни. Вот он лежит, ничего не умеет Но много что хочет Как только он родился, он хочет ровно 5 разных Он хочет покушать, он хочет попить, он хочет поспать Он хочет погулять, и он хочет, естественно, потребности исправить А, ну и когда он исправил, он просто хочет, чтобы его поменяли Чтобы все было чистенько, то есть искупали его Он больше ничего не хочет Но потом у него соображалка начинает работать Куда я попал, вот этому всему надо учиться И за год он преодолевает такой колоссальный объем информации впитывает в себя И столько успеет научиться сделать за этот один год Что в последующей жизни примерно столько же Ну вот если вот сопоставить, да Ну и самый банальный пример Все дети хотят научиться ходить Им не нужна мотивация Вот ребенок, он лежит Потом через месяц у него сознание переворачивается В прямом смысле слова Да, переворачивается Да, он сначала видит Он видит не так, потом опа, начинает видеть по-другому А когда он голову начинает поднимать, опа, вокруг силы сколько, да? А если я привстану, я это все могу пощупать, оказывается А если вот это там лежит, как мне дадут добраться Мне надо тут дойти Встал, упал Все на этом закончилось Ну, облажался один раз на Олимпиаде, да? Все, больше Олимпиады не писать? Нет Ну, так некоторые дела, да, не писать Математикой больше не заниматься Математикой больше не заниматься Не пошло, не мое Нет, я встал, упал, я встал, упал, я встал, упал Вот я буду падать до тех пор И встал до тех пор, пока до тут не дойду Вот этот ребенок так мыслит Любой Ему в этот момент мотивация очень простая Вот туда, мне туда хочется И вот эту штуку взять Ну, не важно, что это за штуку, да, там яркая какая-то лежит Мне очень интересно В какой момент произошло вот это отсутствие мотивации, да Или мотивация со знаком минус? Непонятно Видимо, когда где-то в чем-то разочаровался Но если мы говорим о математике То можно примерно предположить, что это пятый класс Когда появились дроби Все было замечательно Были только целые числа И вот я все могу считать Вот яблок, вот еще два яблока Вот всему именно три яблока Красота же Передо мной 10 яблок надо поделить на двоих Мне пять, тебе пять Здорово, здорово А тут зачем дроби появились? Это первый переломный момент, да В седьмом классе какие-то буквки X и Y Это что за чудеса? Да Было так все хорошо Были числа Зачем эти какие-то X и Y? Ну, лучше я буду гуманитарием себя называть Но это не гуманитарий Это лентяй Давайте будем честны, да Потому что к математике способны все Точно так же, как способны все ходить Да, то есть ребенок стал, пошел Так же и к математике тоже себя способны Главное сказать себе, что Я хочу этому научиться И этому можно учиться То есть с точки зрения школьной математики Ну, давайте так, будем честны До конца девятого класса Могут научиться все Десятая, единственная Там уже появляются Терриометрии алгоритмы производные Так как стереометрии уже в пространстве Не всем очевидны, да? Да Как все это выглядит Хорошо Но до девятого класса включительно Все все могут Поэтому если ребенок потерял мотивацию Это значит, что он попал в болото, так называемое Что я называю болотом? То есть он стоял на твердой почве Я умею складывать числа Я умею их делить, умножать Но это целые числа И тут появились дробные И это у меня уже какое-то там топкое место тянет А если я туда встал и ничего не понял Все, я в болоте Ну-ка, у вас с вашим болотом И с вашей математикой Я пойду обратно там, где все хорошо В крайнем случае, я на калькуляторе что-то посчитаю Но это в крайнем случае Может быть Так вот, здесь самое главное Вернуть ребенку уверенность Что он может Кто это должен сделать? Ну, хорошо, если это учитель сделает Скажет, ты можешь Учителя таких может быть 25-30 человек Да, но у него в классе 30 человек Он всем говорит, ребята, вы можете Но его не все слышат в этот момент Не-не-не, Марья Ивановна, извините У меня история, литература, география Физкультура вообще там Пойду футбольчик погоняю, да? Вообще идеально Тогда родитель должен подключиться И вовремя осознать А что значит вовремя? А что значит вовремя? Ну, банально хотя бы посмотреть На успеваемость в дневнике Были одни оценки, стали другие Ну, программа сложнее стала С каких пор? Математика школьная Ну, на уровне первых, скажем Четырех классов начальных Не меняется 100 лет Ну да, да Все те же самые альфметические действия А потом Пятое и шестое Опять же, никак не меняется Ну, там можно по чуть-чуть Переставить местами Порядок изучения тем Об этом ведутся споры Те же самые 100 лет последние Ну, к единому мнению так не пришли Ну и боксинг Два года все равно это изучаешь Вот ты посмотри, у тебя все хорошо получается Потому что вот этот переломный пятый класс Второй момент переломный седьмой класс Все, если в этот момент упущен Там еще геометрия с аксиоматикой Добавилась Все, если выпустил Дальше очень тяжело возвращать Но можно Вот банальный пример Из своей практики приведу Давно-давно у меня был ученик Восьмиклассник Значит, я познакомился с ним Сказать, безнадежный мальчик Ну, мама говорит сразу Все, безнадежный Он ничему не может научиться Вот все Можно крест на нем встать Ну, давайте попробуем Но хуже-то уже не будет Я говорю, ну... Это мы сейчас про очное, да, говорим? Да-да-да, это просто про очное Но я просто... Вопрос мотивации Да-да-да Три недели мы с ним общаемся Контрольная И мама вот с негодованием У него двойка У Мити двойка Мити его Ну, хорошо, давайте обсуждать И вот тут ребенок сам говорит Мама, ты представляешь? Мне эту двойку поставили За то, что я хоть что-то написал До этого я просто взял чистый лист Где было написано фамилия и имя Все, чистый лист А тут мне двойку поставили Я говорю, это заслуженная двойка Вот там ему двойку ставить было нельзя Там ему ноль ставить надо было А здесь он уже честно двойку наработал Честно И в этот момент ребенок осознал Я, оказывается, что-то уже могу Пусть все равно у меня двойки ставят Но я могу Надо продолжать работу Работает Появляются тройки Да, тут же проблема, что сразу ты не справишь Это не так, что ты одну тему взял Такой, о, так, началась новая тема О, логарифмы начались Все Ну все, ну с логарифмов я точно учусь отлично Да, а допускаю ошибки просто в какой-то банальной арифметике Потому что до этого в шестом классе я разучился считать Да Поэтому, к сожалению, да Тут тоже надо понимать, что Прогресс может быть очень-очень постепенный И вот просто там какие-то Маленькие шажочки В каких-то более простых темах В седьмом-восьмом классе Ну, тем не менее, да Такое вот нарабатывание результата И в итоге что получилось? Получается, это был где-то, по-моему, октябрь Да Ага И в итоге конец марта он получает свою первую пятерку за контрольную Ого Это вот счастливее человека я не видел В тот день В тот конкретный день, да Но, к сожалению Вот, то есть он осознал, что он, оказывается, может Ага Начал для этого делать И вот получив первую пятерку, он сказал А теперь мне больше ничего не надо Я свою пятерку получил Ну, разумеется, вы понимаете, что Дальше, если ничего не делать, пойдет в обратную сторону Потому что вот нельзя начать учиться с логарифмом, да Потому что вот они, пробелы предыдущие Их все надо ликвидировать Дальняя часть судьбы мне его неизвестна Но то, что я повторяю Если у самого ребенка появляется желание Здесь не нужна мотивация Просто должно появиться желание научиться Тогда у него получается Но бывает и обратно, например Берешь старшеклассник и говоришь У тебя проблема за пятый класс За шестой, за седьмой Вот здесь ты не знаешь, как работать с дробями А тут ты не понимаешь, что такое модуль, да Вот здесь ты не знаешь Из геометрии почти ничего Но бесполезно, да, тебе говорить что-то Если ты не знаешь, что такое смежный угол Ну, просто бесполезно Дальше обсуждаешь это, да Как мы будем говорить Ты должен это закрыть прямо сейчас Это что, я должен Как бы на три года мысли назад То есть на три класса ниже, что ли, учиться Ну, не учиться Но признать, что не ошибка А проделать оттуда Ошибка идет оттуда Да, то есть Не потому ты не можешь научиться решать сложные задачи Что ты глупый А потому что вот эти пробелы тебе не дают это сделать То есть ты банально читаешь условия задачи, да Дан параллограмм И ты не знаешь, что это такое Ты знаешь, что это параллограмм, да Но ты не знаешь, что у него предположенные стороны равны Да Ты говоришь А откуда это? Я это знаю, если в условии этого не было сказано Как это не было сказано? Тебе же сказали параллограмма, а значит все его свойства тоже даны в условии задачи Просто ты о них не знаешь Ну, так давай ликвидировать пробелы И тогда ты вот эту сложную задачу поймешь, что тебе дали программу, которая предположенные стороны равны и там что-то дополнительно построили, и ты увидал какой-то равнобедренный треугольник. А как ты увидал? Потому что ты знаешь, что стороны равны. Но ты этого не знал? Не знал. Поэтому задачу не можешь решить. Не потому, что ты глупый, а потому, что у тебя пробелы. И вот если же это желание просыпается у ребенка, все, тогда он может горы свернуть. Можно ли? Вот мы сейчас говорим про такие примеры, да, вот пример того самого Мити. Вы с ним занимались как-то индивидуально, получается, ликвидировали те пробелы, которые у него были. Если мы говорим про онлайн, образование, это обычно мы, ну, как минимум десятки, сотни, тысячи человек онлайн смотрят один и тот же материал. Можно ли в рамках онлайн образования ликвидировать такие вот локальные проблемы? Локальные проблемы, да. Если, опять же, я говорю, если ученик сам о них заявит. Как об этом можно узнать? Рассматриваем сложную задачу. Любую сложную задачу. И тут ученик задает вопрос, по которому понятно, что у него пробел за восьмой класс. Пример. Решаем задачу с параметром, свели к изучению квадратного уравнения, дискрэнт равен нулю, корень один. Как вы до этого догадались? Дружище, это восьмой класс, ты про квадратный уравнение, не знаешь что-то там. Значит, надо срочно возвращаться, да? Пишешь самому куратору, подбираем тебе задачки. Важный момент, да? Это уже работа сейчас происходит не с куратором, как мы понимаем, да? Точнее, не с преподавателем, который ведет вебинар, а именно с куратором. Совершенно верно. То есть на занятии, ну давайте, допустим, мои занятия, да? Ну конечно, конечно. Это не важно, просто у вас есть годовая программа. Да. Которая говорит, я за год проведу там 50, 100, там 200 занятий для всех по таким-то вот темам и круг тем. Ну если вы про олимпиадную математику, вы знаете какие-то занятия, какие темы нужно изучить для той или иной олимпиады. Если мы говорим про какой-то экзамен, понятно, вот набор вот этих экзаменных вопросов, которые надо закрыть. Во время этого занятия, если я понимаю, что вопрос, на который я могу ответить очень быстро, я на него, разумеется, отвечаю, если я понимаю, что если я начну на него отвечать, то мы уйдем совершенно в сторону, и это займет жирный кусок времени, я говорю, у тебя проблема вот именно с этим. В восьмом классе ты не разобрался с квадратным уровнем. Срочно закрывать пробел. Учебник за восьмой класс, вот куратор, и вы вместе быстренько это отработали. То есть, ну опять же, если ученик нестеснительный, и он этот вопрос задал, мы узнали об этой проблеме. Если он не задал, мы о ней не узнали. Ну, а отчего тут стесняться, да? Вот как в интернете как будто бы проще вопрос задать, чем в классе. Да, в интернете вы можете назваться как угодно, под каким угодно ником, и в принципе, да, задавать любые вопросы, выставлять себя, ну там, вам кажется, дурачком, а на самом деле отлично, что задаете эти вопросы. Да нет, как раз ни в коем случае не дурачком, наоборот. Человеком, который хочет разобраться. Естественно, да, то есть естественно. Более того, что, я уверен, что любой преподаватель может сказать, он учеников, не видя через экран, может о них много рассказать. Ну, безусловно, безусловно. По тем вопросам, которые они задают, как они их задают. Да, да, это точно, это точно. Все, контакт установлен. А ты назвался Васей, Мишей и Петей, а может быть ты Марина или Настя, да? Ну, какая разница? Ну, да. Да, ну или там, назовись просто набором каких-то символов. Ну, самое главное, задай вопрос. Ты же пришел для чего? Чтобы заниматься. Не я тебя за руку привел. Пойдем, давай я тебя сейчас научу. Нет, ты приходишь ко мне, и я тебя готов научить. Ну, так, пожалуйста, будь готов учиться. А как же так это получается, да, что вот есть основная программа, допустим, 100 вебинаров за год, так это что получается? Мне еще дополнительно, да, что-то изучать? Получается так. Получается, да. Получается так. Но опять же, вот эти 100 вебинаров, от которых я говорю, я с нуля до сотки вот за эти 100 вебинаров. Ну, условно 100 вебинаров. Но если ты знаешь из них, например, 30, ну, можешь не ходить. Но убедить, что ты знаешь, реши домашечки. Если там ошибок нет, ты молодец. Ты действительно знаешь, если ошибки есть, посмотри хотя бы в записи вебинар. Вот опять же, возвращаясь к плюсу, ты можешь его пересматривать сколько угодно раз. Или что-то я забыл вот это свойство. Откуда мы взяли? Мы его изучали два месяца назад. Срочно надо пересмотреть. Это сами ученики пишут. Конечно. Если что-то забылось, пересматривайте, еще раз домашечку порешайте. То есть, опять же, домашечки-то можно неограниченное количество раз. Одни и те же решают. Ну, а что, одни и те же задачи неинтересно решать? Ты же через месяц уже забыл, как они решаются. Ну, да. Ну, в каком-то смысле забыл. Еще другие темы изучаешь. Не нужно тебе запоминать решение. Поэтому я тебе дам вот задачу в другом обличии, с другой формировкой. Задача будет та же самая. Ты ее не узнаешь, будешь решать и спокойно решишь. Да. Ну, то есть, тут очень важно именно правильно относиться к таким занятиям. Не отчитывать, когда же закончится, когда же конец урока, да? Как иногда в школе бывает. А все-таки относиться к тому, что вам дают какой-то материал. Если вы чего-то не знаете, то, ага, у вас есть возможность узнать дополнительно, разобраться, закрыть все эти проблемы. И ни в коем случае не стесняться задавать эти вопросы, разбираться потом самостоятельно с куратором и так далее. Без этого, ну, как бы никак. Ну, а к тому, что когда же этот урок несчастный закончится, ну, во-первых, можно уйти в любой момент, и даже без предупреждения, можно даже формально оставить, что урок идет, а я пошел своим делом заниматься. Это вряд ли хороший путь, да? Все-таки ученик не должен сам себя обманывать. Ну, я-то посмотрел 20 минут, вроде все понял. Не надо. Ты либо честно все занятия смотришь, да? Либо ты говоришь, нет, вот я понимаю, что мне не нужно все занятия смотреть. Мне нужны ключевые моменты. Тогда я лучше в записи посмотрю. Ну, прошло занятие, я посмотрю в записи. У меня, если вопросы останутся, я же могу их задать? Ну, конечно, можешь. Пиши куратору. Говоришь, занятия на 20 минут я не понял. Или объясните, пожалуйста, что это за метод решения такой. Ну, я пропустил. Могла быть и другая причина. У тебя какой-то форс-мажор, либо в школе задержали. И ты не успел просто банально занять. Ну, да. Да, ну ты хочешь разобраться. Пожалуйста, у тебя всегда есть возможность есть. Вплоть до экзамена. Хоть по всем занятиям, прошедшим, с удовольствием ответить. Ну, вот здесь резюмирую, да, я бы сказал так. Вот эту вот тему. То, что если вы, допустим, приобрели онлайн-курс, это не гарантия того, что вы хорошо сдадите экзамен. Ни в коем случае. Тут нельзя перекладывать ответственность на преподавателя. Да, даже если хорошо, допустим, занятие с репетитором. Ну, тоже ведь, да, если мы платим репетитору, это еще не гарантия того, что ребенок научится. Не гарантия, ни в коем случае. Наверное, там, скажем так, сложнее увильнуть. Можно. Но если репетитор хороший, уважающий то, что он делает, он мгновенно от такого ученика откажется. Потому что если у тебя попытки не заниматься, друг, не занимай мое время, я лучше позанимаюсь во время с другим ребенком, которому нужно. Ну, да, да. Поэтому действительно вот это важное место, что я же занимаюсь в вашей школе, значит, вы обязаны меня научить. Да, ну, естественно. Мы тебя научим, если ты хочешь учиться. Если ты не хочешь учиться, тебе бесполезно чему-то учиться. Ну, как лошадь, можно прийти на водопой, но нельзя ее заставить пить, если она сама этого не хочет. Так же и здесь. С ребенком все то же самое. И, конечно же, ответственность за свой результат несет он. Мы, как преподаватели, тоже за это отвечаем. Безусловно, мы говорим, что мы тебя научим решать задачи. Ну, если мы говорим о математике. А на экзамене все зависит целиком от тебя. Как ты эти знания будешь применять на практике? То есть, твой результат будет вот в таком диапазоне. То есть, у тебя не может быть вот такого гигантского провала, не может быть вот такого выше головы, там, на три головы выше прыгнуть ты не сможешь. Мы знаем, что вот твой диапазон точно будет вот таким. И ты в него попадешь. Ну, скажем, плюс-минус 5, 7, 8 баллов. Да, мы тебе предсказываем. Преусловно, что ты как раз выкладываешься, ну, там, повторяю, не прыгаешь из штанов, а просто делаешь спокойно ту работу, которую привык делать. А любимый мой вопрос, который мне часто задают, ну, там, я в олимпиадной математике веду, я уверен, что на ИГА тоже такой вопрос есть. Сколько времени нужно заниматься? Прекрасный вопрос, я к нему добавил еще один. А я успею подготовиться с нуля до 90? Да, 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 да. Причем вот просто вот именно так вопрос оформулируется. А я с нуля до 90 успею подготовиться? И модификация, а я смогу подготовиться на 90? Просто сможешь, если будешь делать, не сможешь, если делать не будешь. Это максимально такой банальный ответ, да? Банальный вопрос. Банальный вопрос, банальный ответ. Давайте просто его раскроем не банально. Какая у тебя цель? Вот тебе 70 надо? 90, там, 100? Просто первую часть закрыть? Надо поступить в такой-то вуз. Надо в такой-то вуз поступить. Надо такую-то олимпиаду, на ней, например, диплом получить. Не обязательно победитель, призер тоже не будет. Ну да, например. То есть вот у тебя есть цель. Ага, цель понятная. Все равно я тебе ничего не обещаю. Я обещаю, что я буду тебя учить и знания тебе передам. Как хорошо ты их воспримешь. Сколько ты у меня возьмешь, да? Да, насколько вообще быстро будет какой-то прогресс? Да, быстрый прогресс тоже я не могу тебе сказать, что через неделю у тебя там будет что-то поучаться. Если надо, я могу сделать, чтобы у тебя прогресс был через неделю. Но это не то, для чего мы работаем. Нам уже на длинную дистанцию надо. Нам нужно знать вот здесь экзамен. Не вот через неделю нам нужно, чтобы у тебя был сразу локальный... Через неделю можно натаскать на какие-то конкретные задачи. Ну, натаскать, да, чтобы ты вот конкретные задачи вот эти сможешь решать, безошибочные. Но, повторяй, не в этом смысл. Потому что мы тебе сейчас какой-то там покажем, условно, там, суперприемчик, который тебе позволит решать быстро конкретно вот этот класс задач. Вот эти лайфхаки, да? Да, но в этой же самой теме, другие задачи, ты просто не сможешь решать вообще никакие. Ну, это же плохо, это не то. Мы работаем на длинной дистанции. Вот на длинной дистанции я тебе обещаю, что у тебя успех вот такой... Ну, идеально, чтобы это была монотонная возрастающая функция, да? Ну, вот такого тоже не бывает. Но вот хотя бы, по крайней мере, возрастающая, может быть, где-то кусочками не монотонная. Вот это то, что я могу сказать. Если преподаватель говорит, я тебе гарантирую, что ты зашла на 88, вот конкретно ты, не знай ничего о ребенке, не знай о том, как он будет готовиться. И это чистейший воды обман. Поэтому, когда мы узнали цель, мы говорим, друг, тебе надо работать три раза в неделю по два часа. Ну, цель, и я бы еще уточнил текущую позицию. Ну, текущую позицию можно, но она, в общем-то, не так уж принципиально, да? То есть понятно, что если моя цель 90, а я сейчас там три задачки из первой части решаю, у меня такой слабенький вариант, да? Мне нужно просто больше занятий. Если я хорошо, уже первую часть... Ну, да-да-да, я просто говорю именно про количество занятий. Нет, чуть поменьше. Вдруг, тебе надо работать вот столько-то. Ты готов серьезно работать, не просто там посмотреть видосики, ну, я посмотрю, я уже два часа посмотрел что-то, да? Да-да-да. Нет, нет, нет. Работать это значит, ты самостоятельно работаешь, самостоятельно решаешь задачи, хотя бы пробуешь, начинаешь это делать. И через пять минут, нет, у меня ничего не получается, все, на этом на сегодня закончилось. Нет. Почему не получается? Да, у тебя еще час 55. Да. Это из этих двух часов. Так что давай, трудись. Пересматривай вебинары. Начиная с простых задач. Ну, первые задачи самые простые, да? Да. Потом посложнее пойдут. Ну, в той же домашке, да? В любом учебнике. Ну, учебник открой. Не понял. У тебя куратор для чего? Ну, пиши ему. В чате не обязательно куратор, который привык тебе ответы давать, да? Сейчас другой тебе обязательно ответит. Ну, кто-то тебе прямо сейчас ответит, да? Ну, понятно, что, я же говорю, что у нас много часовых поясов, не обязательно тебе. Твой любимый куратор так, скажем, ответит, да? Есть такие ученики, говорят, я хочу, чтобы мне только там Вася отвечал, да? Или там только Никита, или только, допустим, Мария. Мне очень нравится, как он отвечает. Замечательно. У нас все кураторы хорошие. Вот тебе ответит сейчас тот, кто быстрее всего и сможет тебе ответить. Не переживай. И есть такие ребята, то есть я вижу прямо на курсе, они заходят, и там в чате могут целую часть сидеть спокойно общаться. Что-то спросил, и мы ответили, ага, я вот сейчас. О, получается. Смотрите, получается. Дальше опять вопрос. Застопрился, опять вопрос. То есть он занимается. Да, но тут бывает, кстати, обратная ситуация. Я иногда такое тоже вижу, когда человек на куратора перекладывает уже решение задач. То есть когда воспринимается кураторская работа как то, что тебе должны полностью объяснить решение. Наверное, все-таки мы сейчас именно вот про другое. Нет, нет, мы сейчас говорим о другом. Более того, есть ученики некоторые, которые этот момент как бы осознали. А, мне должны отвечать на вопросы. Ага. А мне домашку задали. А вот если я ее не знам, это же вы виноваты. Это значит, что вы плохо со мной занимаетесь. Нет, дружище. Это ты плохо занимаешься. Тебе домашку задали. Не нам домашку задали. Тебе домашку задали. И ты должен ее сам сделать. Сам. Но мы тебе можем помочь объяснить. Да, вот ты не понял? Конкретно вот. Что у тебя за домашка, да? Ну, те же самые логарифмы. Пускай будут опять. Ты что делаешь? Ты же неправильно понимаешь формулы. Мы тебе объясним, как правильно понимать формулы. А дальше вышли сейчас сам. То есть, важный момент, да. То есть, все-таки успех или не успех ученика, это его зона ответственности. Наша зона ответственности – его учить. Ни в коем случае не решать за него. Потому что, когда мы решаем за него, это мы на самом деле все уничтожаем ученика. И веру в то, что он может все сделать самостоятельно. Ну, и самое главное – что? А это вы. Это вот вы. Все вы. В моих плохих результатах ответственно. Ну, да. Тут я еще обычно добавляю, да, наверное, в Олимпиадах это особенно актуально. Если не получилось решить, ну, соответственно, посмотрел, допустим, решение, постараться осознать, а из-за чего не получилось решить. То ли я чего-то не знал. Это одна ситуация. Это значит, что, ага, так вот, это я запоминаю, это может мне пригодиться. То ли я все знал, почему-то не пошел по этому пути. Ну, понятно, да, что там и в Олимпиадах, ну, и в ЕГЭ тоже, да, берем 19-ю, берем параметры, там тоже много разных, геометрия. То есть ошибочно думать, что ЕГЭ – это просто натаскивание на какие-то конкретные темы и типа заучивание каких-то алгоритмов, которые точно работают. Ну, там, как-нибудь вторая часть, ну, сколько там задач решишь, если будешь по алгоритмам каким-то действовать. Ну, 2-3 задачи, наверное, максимум из 7. Вот. Получается, что это тоже часть работы самого ребенка, самого ученика, чтобы разобраться, а что конкретно у меня не получилось сделать, почему мое решение не сработало, чего я не придумал, чего я не знал. Ну, здесь я замечу, что вот на занятиях иногда я как преподаватель тоже могу допустить ошибку, например, в арифметике или что-то еще. Банально просто неправильно переписал условия. Ну, там вместо плюса поставил минус, вместо одной цифры написал другую. Вот эти чтения условия, Игорь Николаевич. Да, это правильно. Это важный момент, который я тоже говорю. Ребята, надо научиться читать условия. Ну, то есть прочитали, что у вас спрашивают, да? Ну, и хотя бы банально правильного переписать к себе. Я обычно рекомендую какие-то вот моменты, там, цифры, числа, которые даны в условии, хотя бы переписать себе. То есть не просто в голове, типа вот, ага, передано это условие. Хотя бы что-то такое написать. Потому что если вы решаете не ту задачу, вы гарантированно получаете ноль баллов. Даже если все правильно. Это точно. Просто перепишите. И здесь я к чему-то подвожу, что найти ошибку у другого легче, чем у себя. Бывает такое, да. То есть искать ошибку у себя очень тяжело. Но если тебе скажут, что у тебя точно ошибка есть, да, точнее, там, в третьей, в пятой строчке у тебя ошибки, пожалуйста, исправь. И это уже гораздо легче. То есть можешь на свое решение. То есть вот, когда мы с куратором общаемся, я ему говорю, ребят, вот, надо обратную связь сдавать так, чтобы вас поняли вот сто процентов. У тебя ошибка. Я ничего не понял. Где у меня ошибка? Я же все правильно сделал. Ну, я же задачу решал. Решал. Я же ее правильно решил. Правильно. А вы мне говорите, что неправильно. Это у вас проблемы, да? Нет. Потом ты говоришь, ты неправильно применяешь форму. Ты неправильно применяешь терем. Ты перепутал, допустим, описанную окружность в писанную окружность. А, вот у меня в чем проблема. То есть вот почему я дальше неправильно делал. Потому что я перепутал что-то с чем-то. То есть я, в принципе, сообразил, что здесь что-то с окружностями. Но перепутал одну с другой. Ну, кстати, даже бывают разные моменты, да. Бывает так, что кому-то просто нужно сказать, что вот у тебя ошибка, да, там за пять минут человек найдет. Да, да. То есть сам факт, что ошибка есть. Да, да. И вот в этом смысле как раз, я говорю, что ошибки свои тяжело искать, особенно если ты думаешь, что их там нет. Да, 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 это точно. А вот на вебах, если я где-то там описку какую-то допущу или там два плюс два напишу пять, тут они сразу, о! Я говорю, ну так вы же молодцы. Это значит, что вы активно участвуете в работе, на занятии присутствуют. Не просто сидите, да, смотрите, а работаете. Да, да. Мысль работает. Некоторые говорят, я не успеваю одновременно слушать, писать и что-то там еще делать. Я говорю, ну, Юлии Цезарь среди нас нет. Значит, надо просто выбрать что-то одно. Вот вы, допустим, сейчас сидите, внимательно смотрите, что я делаю, слушаете объяснение. Ну, а если вам что-то нужно записать, потом уже, когда занятие прошло, вы просто ключевые моменты себе фиксируете, и все, тем более по тайм-кодам там все это элементарно делается. Ага, вот меня заинтересовало третьи пять задач, я быстренько их еще раз пересмотрел, что-то себе записал в тетрадечку, и все. Ну, да, наверное, даже в первое время, если, например, совсем тяжело на курсе, совсем как бы не получается решать домашние задачи, можно даже возвращаться к каким-то задачам с вебинара и попробовать самому решить еще раз. То есть уже ты посмотрел вроде решение, что-то помнишь, но вот осознать все эти шаги, почему здесь переход от этой строчки к этой, что мы здесь сделали, тоже, наверное, может быть полезно. Да, это, кстати, действительно полезно, особенно если какая-нибудь сложная тема, вот я иногда предупреждаю, говорю, ребят, сегодня будет самое сложное занятие за весь год. Это может быть, например, в феврале. Как часто вы это говорите? Ну, не очень часто, ну, не, ну, семь раз минимум, потому что семь задач в второй части, в каждой задаче есть самая сложная тема. Ну, да, да, да. Вот, я говорю, вот, убедительно прошу вас, обязательно пересмотреть. После того, как занятие пройдет, еще раз его надо пересмотреть. Некоторые уже прямо в середине занятия пишут, о, я уже понял, почему надо пересматривать, обязательно пересмотрю. Еще раз возвращаясь к вот этому благу онлайн-образования, что у тебя есть возможность пересмотреть материал. Да, да. И задать столько вопросов, сколько тебе нужно. Понятно, что книжке ты вопросов не задаешь, учителю ты задаешь вопросы, но если ты учителю школьному задаешь, вас 25, вас 30. Ну, да. Не может быть всего внимания только на тебя. Угу, угу. Учителя ограниченный временной ресурс. Если ты занимаешься с репетитором, ну, тоже вроде во время занятий ты можешь задать, а между занятиями не получится, скорее всего. Не всегда. Ну, скорее всего не получится. Ну, с вероятностью там 99 сотых не получится, да? То есть есть возможность задать что-то, а тут у тебя все время есть возможность. Ну, так спрашивай. Ну, когда спишь, спрашивать не надо, а все остальное время, пожалуйста, спрашивай. Ну, да. Ну, и не отказывайся сам тоже думать. Естественно. Естественно. Сначала подумал, если действительно чего-то не получается, чего-то не знаешь, всегда есть возможность спросить. Это точно, да. Особенно вот если просто вот не знаешь сами формулы. То есть я тоже говорю, ребята, вот, допустим, ты видишь формулу первый раз, хотя мы их обсуждали полгода назад. Ничего плохого не будет, если ты их распечатаешь и положишь перед собой прямо сейчас, когда ты решаешь задачи. Тебе не нужно полчаса ломать голову, что же это за формула. Оно тебе перед глазами. Ты задачу в этот момент учишься решать. А формулы, когда ты 20 задач порешаешь, они у тебя сами с собой уже в голове осядут. Ты поймешь, в каких задачах они работают. Хорошо, пользуйтесь. Прямо сейчас, до экзамена еще время есть. А время экзамена ни в коем случае не берите формулы с собой. Все. Ну, да. Ну, и как бы говоря про вот эту вот проверку, про критическое отношение к своим решениям, нужно помнить, что в конце концов на экзамене вам нужно будет проверять самих себя. Не у кого-то другого искать ошибку, а все-таки именно самих себя. И поэтому это тоже важный навык. Уметь перечитывать то, что вы написали. Вам главное еще и не скажут, правильно вы решили или нет. Никто не скажет. Возможно, вы читаете, а там все хорошо, все как бы и так замечательно. А может быть, там как раз где-то есть ошибка. Может быть. И тоже надо разобраться, тоже нужно перечитать. Ну, поскольку вообще-то мы изначально ориентированы были на родителей, то родители, пожалуйста, подключайтесь к этому процессу. А вот в каком объеме? В каком объеме? Главное, не наседать. То есть что не должно быть такого, что родители все время наседают над своим ребенком. Занимайся, занимайся, занимайся. То есть, в принципе, ребенок-то не дурак. Он понимает, что ему надо заниматься. В конце концов, этот ЕГЭ ему надо сдать. Ой, я помню, у меня во втором классе я бабушку прогонял. Она просто сидела, когда я делал уроки. Вот. И я все время говорил, мам, мам, убери бабушку. Потому что, ну, как-то, ну, хотелось какой-то самостоятельности. Хотелось самому же что-то делать. Это во втором классе было. И понятно, если уж мы говорим про 9-й, 10-й, 11-й, здесь, наверное, вмешательство родителей должно быть минимальным. Но должно быть в ситуациях, если родители, ну, во-первых, ответственно относятся к дальнейшей судьбе ребенка. И, наверное, если они понимают, да, что ребенок может не все сделать. Да, если, ну, как бы надо все равно понимать, что дети есть дети. Да, естественно. Поэтому, когда мы говорим о контроле, то есть, отложим такой разумный контроль, ну, можно договориться с ребенком. Кстати, договориться. Договориться это вообще очень классно. Нормально? Нормально. Или некоторые говорят, меня надо почаще там подпинывать. Ну, давай тогда раз тебя в 3 дня буду проверять. Ну, да. А кого-то раз в месяц. Да, договорились с ребенком, и все, хорошо. Но если раз в месяц, допустим, вы видите, что ситуация не меняется или стала ухудшаться, значит, надо просто участить. Ну, да. Контрольная точка там, раз в неделю. Не меняется, значит, каждый день. Ага, пошло в обратную сторону, все, можно пореже проверять. Контроль. Естественно, это статистика, либо вот при вас ребенок прямо тестовая задача решает, которая легко проверяется по ответам вот здесь и сейчас. Вам не нужно быть экспертом, чтобы просто посмотреть, что в ответах написано 12, а у ребенка написано 7. Явно разные числа. Все, значит, здесь ставим прочерк. А если там 12, здесь 12, ну, значит, все хорошо. Будем считать, да? Ну, да, будем считать. Будем считать, потому что на ЕГЭ в первой части тоже никто решения не проверяет, а только ответы. Да, это точно. Вот. А что касается второй части, то здесь вопрос, который родитель может, естественно, задать. А ты вопросы задаешь своему куратору? А на занятиях ты вопросы задаешь? А как часто ты на занятия ходишь? А ты уверен, что у тебя все правильно? Ты свои решения проверяешь? Я не проверяю, у меня их проверяет куратор. А что ты сам не проверяешь? Ну, как бы я все решил, я же молодец. Ну, а на экзамене у тебя куратор будет? Нет. А преподаватель с собой придет на экзамен? Нет. Значит, кто будет проверять? Вопрос. Получается, ты сам. Ну, да. Ну, или никто не будет проверять. Ну, или никто не будет. Как написал, так и написал. Зачем так? Ну, бывает так, что время совсем поджимает, проверять не успевает. Да, все-таки я здесь рекомендую, что задачу решаешь в черновике, проверяешь, переписываешь в чистовик. Ну, да, ты, может быть, на одну задачку меньше решаешь при таком подходе, да, когда из черновика в чистовик переписываешь, но зато ты себя проконтролировал. То есть лучше решить, например, 15 задач, правильно, чем 18, но в них 6 ошибок. Ну, это правда, да. С другой стороны, тоже бывают моменты, когда, ну, скажем так, я против такого бездумного переписывания, когда ты просто уже все оформил на чистовике, потом красивым почерком пишешь на чистовик и просто все списываешь. Нет, здесь как раз именно проверяешь, а что я делал? Вот этим действием, что я делаю? Да, то есть мы сейчас говорим про такое разумное переписывание, да, то есть когда ты... Нет, нет, сначала вот я написал, после этого я читаю свое решение, что я там понаписал. И когда я осознал, что у меня все хорошо, я переписываю, и в этот момент я еще себе задаю вопросы. А этим действием я что делаю? Ага, ага. Ну, я... Ну, там арифметику плюс... Арифметику, да, да. Опа, почему-то у меня 5 плюс 7, это не 12, а 20. Как это так получилось? О, значит, может, все остальное решение пойдет сейчас не так? Быстренько проверяют на чернике еще раз, да? Ну, да. Некоторые, которые знают, что они грешат этим, такие ученики есть, говорят, ну, вот я много задач решаю, но, к сожалению, много ошибок по невнимательности арифметики. Ну, хорошо, реши задачку. Ну, в общем, всю первую часть, тоже самое тесты, да? Ага. Убери лицо к сторону, закрой его, возьми и заново порешай. Да, да, да. Там, где сошлось, ну, большие шансы, что... Шансы, что хорошо. Где не сошлось, ну, явно где-то у тебя ошибка. Ну, явно ты видишь, у тебя два разных ответа, один из них точно неправильный. Может быть, оба. Ну, да, причем, если мы говорим про первую часть, ну, в конце концов, там, ну, за сколько минут ты должен решать первую часть? Ну, первый раз ты решаешь чуть подольше, А второй раз уже быстрее, потому что ты эту задачу уже видел. Да, да. И, в принципе, ну, там, это 20 минут, допустим, но зато все, если будет правильно, это как бы отлично. Это точно того стоит. Да. Это лишнее потраченное время. Ну, как я говорю тоже. Вот сэкономленное время вы потом с собой никуда не несете, а не досчитавшись баллов, вам их никто уже не вернет. Да. Самое главное, что сэкономленное время во время подготовки вы не сможете, да, где-то потом дальше использовать. Тут, ну, вот этот подкаст у нас должен будет выйти где-то в конце апреля-начале мая, и, наверное, много десятиклассников, девятиклассников, кто нас может смотреть, или их родители. Когда начинают готовиться? Когда начинают готовиться? Идеально, конечно, готовиться два года. Это если мы говорим о ЕГЭ. Да, почему идеально? Потому что как раз десятый класс, к тебе никто не пристает. Да. Пристает к одиннадцатиклассникам, к девятиклассникам, потому что им задать выпускные экзамены и получать аттестат. Десятиклассники учатся в спокойной атмосфере. Угу. Это значит, что у тебя точность и свободное время, угу. Которое ты можешь посвятить изучению, ну, уже заранее, подготовке по любому предмету, не обязательно по математике. Ну, ты понимаешь, что тебе задать четыре экзамена, да, в конце одиннадцатого класса, например, четыре. Так, на два я сейчас усиленно налегаю, на два в одиннадцатом. То есть ты уже распределил себе нагрузку. Ну, да. Да, то есть я вот ботаю вот эти, вот этот год, например, математику и русский, а следующий, например, физику и информатику. Угу. Отлично. Значит, я тот одиннадцатый класс по математике и русскому, не то, чтобы ничего не делать, я поддерживаю форму. Угу. Я просто регулярно решаю проблений, смотрю, что у меня действительно все хорошо. Ну, а если я, скажем, за десятый класс вышел на восемьдесят, я хочу девяносто, но мне чуть-чуть осталось эти десять баллов добрать. Это, наверное, уже несложная работа, тем более, что я все равно поддерживаю форму, пару раз, наверное, неделю занимаюсь, не так напряжно. То есть я перераспределил время. Да. Никто не мешает изучать материал заранее. Ну, логарифмы, допустим, будут в одиннадцатом классе, я хочу изучить их десятым. Могу я это сделать? Могу. Ну, то есть... Без проблем. Онлайн-школа, да, позволяет изучать такие темы, в общем-то, с нуля. Да, да. Если мы говорим, что не о натаскивании к экзамену, а именно об изучении полноценной подготовки, ты видишь список всех тем, ну и все темы тебе должны рассказывать, как будто бы ты их видишь первый раз в жизни. Все, пришел, ага, все, отлично. И не то, что, ребят, формулу вам в школе рассказали, давайте сразу решать задачки. Нет, так не пойдет. Объясни, откуда формулы взялись. Ну да. Объяснили, начали с определения, что то же самое, что такое логарифм, вот какие есть формулы, почему они именно такие, а не другие. С пониманием того, что это вообще такое. Как только ты понял, ты говоришь, так мне формулы, оказывается, учить не нужно. Я же понял, что это такое. Ну и все. И ты понимаешь действительно, что... Вот иногда тоже неправильное восприятие, что тематика это куча формул, которые надо запомнить. Не надо. Запоминаются методы. То есть, я себя понимаю, откуда ноги растут, ну, все остальные формулы я могу сам вывести. Ну да. Это не проблема, да. Ну, конечно, какие-то ключевые, которые постоянно используются, они у меня в голове уже давным-давно осели. Ну, а другие, которые я редко видел, или вообще ни разу не видел, но я же могу ее вывести прямо на экзамене. Все. Вот если такое чувство есть, чувство уверенности в своих силах, все хорошо. Так. Ага. Но не у всех, конечно, такая отдельная ситуация, потому что некоторые, о, только что УГС дали, надо отдохнуть. И тогда, конечно же, лето между 10-м и 10-м классом, это тоже отличный момент, чтобы начать. Ну, скажем, летнюю школу, да? Да. Да, да. Обычно вот у меня школа проводит летнюю школу, не такие напряженные занятия, не так много домашек. Передаем привет олимпиадникам. Да, олимпиадникам. У них это самое золотое время. Я знаю, когда они спокойно ботают, потому что школы нет, никто не отвлекает. Как раз если мы говорим о экзаменах, да, выпускных, тоже отличный момент, потому что ты спокойно входишь в этот учебный процесс, ты понимаешь, что тебя ждет через год, тебе показали, из чего состоит экзамен, и ты уже понимаешь, а, вот я бы хотел там 95. О, так для 95 столько работает надо. Может быть, лучше я чуточку снижу планку по математике, но зато по другим предметам повыше. Ну, кстати, да. Я понимаю, что вот, допустим, вот эти две задачи, какие-то, теория числа, параметры, это много надо времени, чтобы на них посвятить. Ну, без них я, наверное, баллы 90 наберу. Ну, наверное, наберу. Ну, наверное, тогда мне хватит, да? Тогда я лучше вот это освободившееся время посвящу другим предметам, где у меня шансы больше баллов добавить к текущему результату есть. Разумно такое при распределении времени. И тогда тоже все хорошо. Но если и лето, что называется, красный пропел, да? Ну, самое главное, впереди еще осень, есть зима и весна. Вот этот год надо учиться. Потому что, говорит, из серии, там еще время, да и говорю, ой, как много, я успею. Вот оно, я успею, в какой-то момент точка невозврата, уже не успеешь. И когда вот, когда говорят, а я на 90 смогу подготовиться? Если ты мне вопрос задаешь, как только ты закончил 10 класс, а еще лучше, в начале 10 класс. Я говорю всем, да. Закончил 10 класс, да. Пришел 1 сентября, да. Пришел 1 января, скорее нет. Пришел 1 мая, точно нет. У тебя только первая часть в лучшем случае. Ну, да, да, да. То есть, вот этот временной фактор, он здесь, конечно, оказывает решающее влияние. Поэтому, ребят, летняя школа, это действительно ценное время, золотое, да. То есть, вы в спокойном режиме, повторяю, щупаете. Ну, тут очень часто, как отвечают на такие вопросы, надо было начинать вчера, сегодня еще тоже можно, а вот завтра уже может быть и поздно. Поэтому, да, в этом плане, ну, во-первых, надо осознавать, что это действительно много работы. Тут очень важна регулярность. То есть, тут на месяц подзабить, ну, так себе, наверное, вариант. Лучше понемножку, но регулярно поддерживать, соответственно, свой уровень, изучать что-то новое. Ну, и да, как бы есть свободное время, все, ставим себе в расписании, что вот вы будете заниматься. И заниматься не потому, что вот два часа, вот все, я там два часа занимаюсь, и, ну, потому что вебинар идет два часа, а заниматься, чтобы я чему-то научился за это время, чтобы я действительно разобрался с какой-то темой, чтобы я действительно каких-то задач порешал, пробник написал и так далее. Ну, и так далее. Ну, вот еще, кстати, к вопросу мотивации тоже подумал, что будет так. Нередка ситуация, когда одноклассники занимаются на одном и том же курсе, говорят, у тебя сколько? У меня там за последний пробник. У меня 80, а у меня 50. У меня как-то совсем все плохо. Может быть, у тебя не все плохо. Может быть, у него было вчера 76, а у тебя вчера было 20. Так ты просто красавчик. Ты 30 баллов прибавил. И вот в этом смысле ни в коем случае тебя не надо сравнить с кем-то рядышком. Это точно. Ты сравниваешь себя с сегодняшним, с самим собой вчерашним. С мотивацией будет все в порядке. А если ты будешь все время себя сравнивать со звездами, ну, так далеко не уедешь. Тогда можно сразу лапки кверху, и на этом все закончится. Нет, ты же пришел заниматься, ты же со своего уровня начал, и вот ты идешь к своей цели. Ну и хорошо. И здесь самое главное, что математика, она максимально благодарна к тебе будет. Ты пришел, о, задачки, как здорово, я сейчас их порешаю. И все, порешал, получил удовольствие. Ну, а если оно получается, то я думаю, что это действительно удовольствие. А если не получается, ты говоришь, ой, какая математика страшно непонятная. Я, наверное, гуманитарий. Нет, ты просто пока это не знаешь. Как только узнаешь, ты скажешь, ой, как хорошо. Так вот, возвращаясь к тому, с чего мы начали, все-таки предполагалось, что это ролик для родителей, но он как-то плавно перешел в ролик для учеников, советов много для учеников, но имеющие уши да услышат, и родитель, поставив себя на место своего ребенка, скажет, ага, оказывается, это должно быть вот так. А иди-ка сюда, Вася, я-то, или Маша, да, я-то этот вебчик уже посмотрел, но не вебчик, а это ролик, да, там подкаст. Давай-ка мы его вместе с тобой посмотрим и обсудим, что здесь говорилось. И вот как ты думаешь, что из этого ты выберешь, что ты сможешь применить в своей жизни, на практике, а я, как ответственный родитель, тебе в этом с удовольствием помогу. Вот ты слышал, что нужно делать, да? Ты готов это делать. То есть у тебя цель есть, ну, хочешь на Олимпиаде там получить диплом или призером стать, или победителем, поступить в ВУЗ, может быть, тот, который близко от дома, если тебе повезло, ты живешь в районе метро университета, например, в Москве, да? А может быть, ты живешь в Владивостоке, но все равно хочешь учиться в университете, который близко от метро университета в Москве, да? Давай подумаем, что нам нужно сделать прямо сейчас. Ну, идеально, если ты десятиклассник. Ну, закончил сейчас десятый класс, да? С учетом того, что это апрель-май. Да. Одиннадцатый классник, наверное, уже поздновато задумывается о том, чего бы он хотел получить на ЕГЭ, если он об этом еще ни разу не думал. Да. А десятый классник как раз это золотое время. И вот если нас, наоборот, смотрят сейчас сами ученики, зовут своих родителей и говорят, мама, папа, вы же ответственные у меня, вы же меня любите? Да, конечно, мы тебя любим. А давайте мы вместе это пересмотрим. А давайте мы услышим, что нам советуют сделать, и сделаем. И для нас вместе у всех все получится. Да. В каком смысле вместе? Если же я поступлю на бюджет, для вашего, для семейного бюджета это же будет гораздо лучше, чем если я поступлю на платный. Конечно. Значит, вы в этом заинтересованы? Конечно. Значит, вы готовы мне помогать? Да. А вы в меня верите? Ну, конечно. Все, тогда это будет точно успех. Ну, и я добавлю, если есть какие-то вопросы, если есть какие-то темы, которые хотелось бы, чтобы мы еще как-то обсудили, или, может быть, в комментариях вам ответили, пишите эти комментарии. Вот. Поддерживайте активность в чатах, в телеграм-каналах. Андрей Николаевич. Да, кстати, не обязательно писать под роликом, можно писать в телеграм-канале, там я гораздо быстрее могу ответить, например, Дмитрий Алексеевич тоже может гораздо быстрее ответить, потому что там я, что называется, живу все время, да? Это точно. А в YouTube захожу, ну, когда у меня свободное время появляется, я вижу, вопросы накопились, надо на них поотвечать, особенно, наверное, интересные. Поэтому не стесняйтесь, переходите по ссылочке, подписывайтесь на телеграм-канал, подпишитесь. Там же ведь не только на вопрос можно получить ответ. Там можно и, в принципе, информацию узнать. Информацию узнать, причем очень много, и постоянно ее узнавать. Сказать, о, отлично, я узнал, что будет такое мероприятие, будет такое мероприятие, надо уже... Много бесплатных мероприятий мы проводим все время. Волнованные, интенсивные, открытые занятия, мастер-классы, в том числе и живые я провожу туда. Так что вдруг я окажусь как раз именно в вашей школе, и вы со мной сможете позаниматься в живую и задать эти самые вопросы. Да. Это нормально, это отлично. И совет, конечно, который мы многократно про него проговорили. Есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Мы с большим удовольствием вам на них ответим. Всем большое спасибо. С вами были Дмитрий Алексеевич Белов. И Андрей Николаевич Павликов. Увидимся на канале.